Выезд со двора для некоторых кировчан стал настоящим квестом. На современные два придомовую территорию затопило талым снегом. В соцсетях кировчане жаловались на бездействие управляющей компании. Якобы там отвечали, что несколько дней не могут заказать спецтехнику. Но сегодня, видимо, проблему решили. Масштабная лужа исчезла. Но Зоя Зотова нашла массу других проблем, которые не решаются из года в год. Вы, наверное, помните, как несколько лет подряд на пешеходную Спаску устраивали искусственный каток. Но в этом году весной на этой территории появился другой каток, в который не вложили ни копейки бюджетных средств. Благодаря этой водосточной трубе вся та лобода с крыш зданий сошла прямо на эту территорию, на пешеходную Спаску, а минусовые температуры сделали свое дело. Ужас, ужас. Серьезно? Тут не знаю, как пройти. Пешеходная улица самая красивая. Видите, как? Ну, наверное, это не очень хорошо. Но я думаю, что он скоро растает. Это весна. Ничего страшного. Мы, в общем-то, привыкли. Все нормально. Вот такие булыжники вместо тротуара. Речь идет о территории около торгового центра на привокзальной площади. То ли из-за того, что здесь не протолкнуться, то ли из-за отсутствия должного содержания, или, может быть, из-за некачественной кладки плитки. Каждый год эта проблема здесь образуется вновь и вновь. Далеко идти не пришлось. В нескольких метрах покрытие тоже разрушается. И здесь не просто брусчатка, которая раскрошилась. На пешеходных зонах целая яма. С приходом весны под ногами исчезает. Не только асфальт или брусчатка, но и городские лестницы. Вот, например, у дома номер 4 по улице Московской можно легко лицом к лицу столкнуться вот с этой ступенькой. Как не травмироваться на таких лестницах, у которых даже металлические направляющие ступенек отпали? Риторический вопрос. По ступенькам с ветерком. Именно так можно было спуститься по лестнице, которая находится у дома номер 8 по улице Чернышевского. Если судить по стороне, которая чаще всего находится в тени, то можно сделать вывод, что за зиму эту лестницу не чистили совсем. Вместо парковки на площади Лепси вот такая лодочная станция. Единицы все-таки рискнули заехать в воду, но непонятно, как пассажиры и водители выбирались из этого водного плена. Ведь как минимум должны быть резиновые сапоги, а не модные кроссовки. По городу дежурили Зоя Зотова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.